Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас всех в Сетевом институте методиста. Сегодня сопровождают модераторы Елены Николаевны Жаркова, которая будет отслеживать все те вопросы, которые вы можете задавать в чате. И Татьяна Александровна Карташова, которая будет оказывать вам, помогать в решении технических вопросов. И естественно нам помогает техническая поддержка тьюториума. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о методическом сопровождении проектов и программ. Коллеги, но прежде всего давайте в чате пометим, как вам слышно и видно. Если все хорошо, то тогда плюсом отметьте, пожалуйста, если есть проблемы, то тогда поставьте знак минус. Это будет информация для службы технической поддержки. Спасибо. В основном все хорошо. Все работают. Итак, каковы же возможные цели? Те цели, которые вы, имеющие отношение к методическому сопровождению, можете достичь. Коллеги, обратите внимание, что по каждой цели, по каждой цели, как бы два, две возможности. Либо только понять способ составления интеллект-карты, либо тем, кто уже пользуется, сравнить тот способ составления интеллект-карты, который вам известен, с теми, которые мы предложим как технологию работы по осмыслению, по пониманию нормативных актов. На этом материале мы считаем очень важным использовать интеллект-карты. Вторая цель. Здесь тоже вы имеете возможность выбрать или составить тематику актуальных проектов для себя, для своего функционального места. Проанализировать или оценить. И у нас будет возможность вам результаты этого проявить. Есть возможность соотнести или сделать вывод о назначении, целях, задачах методического сопровождения инновационных проектов и программ, как на уровне муниципалитета, так и на уровне образовательной организации. И мы постараемся все результаты по достижению целей аккумулировать и собрать предложения по тому, какие бы вебинары в будущем мы хотели провести. Коллеги, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что у вас есть возможность в рамках той цели, которую вы поставили, зафиксировать в течение семинара те идеи, которые у вас появятся по реализации этой цели и которыми вы можете потом поделиться в чате. Итак, мы будем работать с вами по следующему плану. Сначала мы рассмотрим нормативные основания методического сопровождения, ну и потом в том порядке, который обозначен у нас на слайде. И завершим мы тем, что спланируем вебинары для последующей работы нашего сетевого института методистов. Итак, сейчас мы с вами проведем небольшой опрос с тем, чтобы понять, какова доля муниципальных методистов, и это тогда будем учитывать при акцентировании внимания на том или ином вопросе. Пожалуйста, коллеги, на каком уровне вы отметьте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Итак, у нас примерно ответственные в образовательной организации количество их и на муниципальном уровне примерно одинаковое, но еще и достаточно большой процент, около 25% из тех, кто уже проголосовал, специалисты муниципальных органов управления образованием. Коллеги, я прошу побыстрее отметить свою позицию с тем, чтобы мы могли продолжить нашу содержательную работу. Спасибо, спасибо. Есть еще и свой вариант ответа, его надо зафиксировать. Есть и в сегодняшней нашей работе принимают и специалисты регионального органа управления образованием. Хорошо, тогда мы это будем учитывать, когда будем рассматривать. Коллеги, буквально полминуты для завершения голосования, пожалуйста. Еще пока не все проголосовали, очень прошу, пожалуйста. Итак, завершаем наше голосование. Ситуация принципиально не изменилась, то есть лидируют методисты муниципального уровня по количеству, дальше ответственные за методическую работу в образовательной организации и специалисты муниципальных органов управления образованием примерно одинаково. И есть специалисты 6% где-то регионального. Хорошо, мы завершаем голосование и возвращаемся к нашей работе. Итак, коллеги, прежде всего по первой позиции нам важно определить нормативные основания методической работы. У вас на слайде есть выдержка из статьи 19 Федерального закона об образовании. И вот давайте попытаемся понять и выделить, что является предметом данной статьи. Попробуйте выделить предмет, о котором речь идет в этой статье, и в чате записать его. Пожалуйста, коллеги. Итак, пожалуйста, что является предметом? Коллеги, мы ждем, время идет в чате, пожалуйста, запишите, как вы поняли в этой статье, о чем идет речь, что является предметом нормативного регулирования организации. Замечательно, замечательно. Итак, первое структурирование, чтобы понять статью, мы выделили предмет, то есть это осуществляющие, не просто организация, а осуществляющие обеспечение образовательной деятельности организации, и они делятся по видам. И вот мы можем выделить, здесь, видите вы, в виде перечня, в виде перечня отмечены те организации, которые выделены. Но есть еще вот последняя риска, организации осуществляющие, если первый тип, выделены организации, их тип определен по ведущему виду деятельности, то в последние риски обозначены организации, которые могут и разную форму иметь, разный тип, но они осуществляют, и обратите внимание, какие выделены научно-методическое, методическое, ну и так далее, обеспечение образовательной деятельности, и управление системой образования, а также оценку качества. Вот давайте попробуем, уже структурированный текст, более понятным, да, а попробуем сейчас в виде схемы, в виде некоторых, визуализировать, как бы, тот текст, который сейчас на слайде перед вами. Себе в тетрадочке попробуйте, как вы это могли бы сделать. Я буквально полминуты даю. Так, чтобы наглядно сразу увидеть, о чем эта статья, и что это за организации, обеспечивающие образовательную деятельность. И давайте сравним с той интеллект-картой, которая предложена на сайте. Интеллект-карта – это элементальная карта. Это фактически есть одна из технологий визуализации. Она может быть и в юмористическом стиле сделана, но самое главное, что она позволяет мышлению в целом увидеть некоторое понятие. Вот в данном случае мы говорим, организации обеспечения образовательной деятельности, они по первому типу, вот они все перечислены, да, а по второму типу – это те организации, которые осуществляют вот эти виды деятельности. И кроме того, управление системой образования – это есть тоже одна из организаций, и они сейчас многие зарегистрированы как организации, обеспечения образовательной деятельности. То есть по назначению определены. А вот методическое обеспечение, большинство из участников семинара именно вот относятся и работают в тех организациях, которые осуществляют методическое сопровождение. Вот мы наглядно представили 19-ю статью Федерального закона об образовании. Кроме того, в этом законе раскрываются и цели, назначения и регулирования учебно-методических объединений. Вот попробуйте сейчас, до того, как мы обратимся к этой статье, попробуйте, проанализировав возможные цели, отметить все возможные варианты номерами в чате, коллеги. Пожалуйста, несколько, одну минутку. Номера запишите, может быть, несколько номеров. Да, вот есть первая, первая, вторая, четвертая. Замечательно, замечательно. Хорошо, у нас уже есть с чем работать. Итак, а теперь давайте вот вернемся, вернее, обратимся к интеллект-карте, составленной по этой статье, чтобы вам помочь наглядно увидеть и проанализировать свои ответы. Учебно-методические объединения, прежде всего, они в пункте 2 статьи 19 говорятся, с какой целью они создаются. Они создаются с целью участия педагогических, научных работников, представителей, работодателей. И вот здесь вы видите, в каких, в каких видах деятельностей это участие. Я не буду зачитывать, здесь все видно. Пункт 3 этой статьи говорит о том, что создается учебно-методическое объединение федеральным органам, то есть на федеральном уровне. И федеральные органы исполнительной власти, и органы региональные, исполнительные власти субъектов, федерация, они осуществляют управление умом в соответствии с типовым положением, которое разработано на федеральном уровне. муниципальный уровень в этой статье о нем ничего не говорится. Но из той практики, которая сложилась, и она поддерживает, и не противоречит, на муниципальном уровне либо в некоторых регионах отделения учебно-методических объединений региональных, либо предметные методические объединения, не учебно-методические, а методические объединения педагогов. По результатам работы с интеллект-картой, вот с данным слайдом, изменилось ли у вас представление о целях создания умо? И попробуйте понять, если изменилось, то за счет чего это произошло? Мы не будем нигде фиксировать, кроме, если вы сочтете нужным в своих записях. Но попробуйте подумать и уловить, что помогло вам ваше мышление как бы уточнить ваше представление, кому удалось или понять, что вы достаточно точно представляете и цели, и управление учебно-методическим объединением. Это тоже основание нормативное для организации нашей работы. Следующий момент вот в 20-й статье федерального закона, что очень важно нам знать. Это различить экспериментальную и инновационную деятельность. Этим вызвана необходимость вот такого небольшого опроса. Коллеги, я также прошу вас номера верных утверждений записать в чате. Итак, пожалуйста, одна минута. Какие номера утверждений вы считаете верным? Хорошо. Видите, разные точки зрения. По-разному прочитана эта статья. хорошо, важно, чтобы вы для себя это зафиксировали. Дальше у нас будет возможность проверить свою позицию. Итак, а теперь давайте попробуем отметить, как мы понимаем инновационную деятельность. Ну, прежде всего, на что она направлена. и отметьте, пожалуйста, также в чате и в своих тетрадках какие из приведенных суждений вы считаете верными. Их может быть не одно, естественно. Хорошо, ответы уже пошли. по-несколько ответов. Хорошо, а теперь давайте 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 теперь соотнесем и проведем развлечение. Для этого для этого тоже воспользуемся такой интеллект картой 20 статьи. Коллеги, цель и экспериментальной и инновационной работы, вы видите, она прописана в центре. Это обеспечение прежде всего модернизации и развития образования. образования. И эти цели достигаются в контексте программы социально-экономического развития Российской Федерации и в контексте приоритетов государственной политики в сфере образования. Вы знаете, что эти приоритеты зафиксированы в федеральной целевой программе развития образования. Итак, цели общие. А чем же тогда различаются эти виды деятельностей? Обратите внимание, экспериментальная направлена на разработку, на апробацию, на внедрение новых образовательных технологий и образовательных ресурсов. И экспериментальная деятельность, ее порядок определяет правительство Российской Федерации. Ну, например, вот был широкомасштабный, его еще шермаши в народе называли, эксперимент государственный по апробации стандартов, до введения стандартов. Вот это пример экспериментальной работы. Эта работа регламентируется и определяется на правительственном уровне. Дальше инновационная деятельность. Она направлена на ту же цель, но инновационная деятельность заключается в отличие от экспериментальной совершенствования, вот ключевое как бы совершенствование обеспечения. Если экспериментальная на разработку, апробацию внедрения, то инновационная на совершенствование того, что разработано. Ну, например, введен в ГОС масса инноваций, которые осуществляются в наших школах по отработке механизмов оценивания, разработке инструментария оценивания. Все это есть по созданию внутришкольной системы оценивания образовательных достижений, по выработке подходов к проектированию образовательных программ. Это инновационная деятельность. Она обеспечивает совершенствование и дальше вот на слайде указаны те направления обеспечения на совершенствование которых, собственно говоря, и направлена инновационная деятельность. И очень важно, коллеги, обратите внимание, только от того, что мы делаем образовательную программу, например, это еще не значит, что мы осуществляем инновационную деятельность. Инновационная деятельность осуществляется в форме инновационных проектов и программ. То есть если эта работа оформлена как проект, поставлены цели, что именно мы отрабатываем в рамках проектирования программы, собственно, какую инновацию, что будет результатом, это должно быть все отработано. Тогда это инновация. Если мы просто делаем программу, это еще не есть инновация. Но при этом к инновационной деятельности еще обязательное требование соблюдения прав и интересов участников образовательной деятельности и обязательное требование уровня качества образования при осуществлении инновационной деятельности не может быть ниже федерального государственного образовательного стандарта. Итак, вот оно развлечение экспериментальной и инновационной деятельностью. Поэтому экспериментальная деятельность, как вы понимаете, потому что до сих пор некоторые школы пишут, что они осуществляют экспериментальную деятельность и так далее. Мы, скорее всего, осуществляем инновационную образовательную деятельность. Экспериментальная должна быть отверждена правительством и по порядку, которое им регламентируется. Итак, в 20-й же статье есть еще одна позиция очень важная. Это инновационная площадка, федеральная инновационная площадка, и вы видите, вот мы здесь показываем на схеме, и могут быть в соответствии с этой статьей на уровне региона тоже региональные инновационные площадки, и они могут быть объединены в инновационную инфраструктуру. Есть положение, коллеги, и у вас в информационных материалах, которые вы можете скачать. Над чатом есть такое написано материалы, вы можете скачать, и там есть и модельный план сопровождения методического развития инновационной инфраструктуры, и положение инновационной инфраструктуры регионального уровня. Итак, инновационная инфраструктура регионального и федерального уровня. На муниципальном уровне либо инновационные площадки, муниципальные инновационные площадки, либо работают региональные инновационные которые объединены в региональную инфраструктуру. И работают они на приоритетные направления. То есть не любая инновация, а та инновация, которая задается, вот у нас были рапочки, когда мы говорили об инновационной экспериментальной деятельности. Очень важно, чтобы все эти инновации именно в контексте этих приоритетов на федеральном, региональном и муниципальном уровне были. Итак, коллеги, по первой части нормативное обеспечение мы с вами завершили. Нормативное основание в законе это 19 и 20 статья и будем переходить ко второму, ко второй позиции нашего плана сопровождение каких целевых проектов и программ развития актуально в настоящее время. И мы будем говорить в контексте тех проектов, которые вписываются в образовательную политику на государственном уровне. Итак, я прошу вас при этом не забывать о тех целях и тех идеях, которые рождаются у вас в рамках ваших целей и их фиксировать. Итак, коллеги, направление 2.1 федеральной целевой программы. Я его зачитывать не буду, поскольку оно хорошо видно на слайде. Какие здесь приоритеты. И по ним обязательно будут объявляться конкурсы. Но для того, чтобы можно было участвовать, успешно участвовать, я имею в виду в конкурсах, естественно, должны быть уже некоторые наработки, некоторые результаты. Ну вы видите здесь, дошкольное образование очень много внимания уделяется и очень интересные и могут быть здесь проекты. Школа молодых родителей, консультационные центры, ну и так далее. Коллеги, вот здесь перечислено то, что может быть предметом, заявляемым в рамках этих конкурсов. Эти конкурсы еще будут объявляться, они ежегодно до 20-го. Нужно просто следить. Ну и естественно, очень важно на муниципальном, на региональном уровне понять, а какие приоритеты, это федеральные приоритеты, а какие приоритеты по данному направлению на региональном уровне. А какие в контексте региональных приоритетов, приоритеты на муниципальном уровне, потому что когда образовательная организация осуществляет проект или начинает проектировать инновационную свою деятельность, то естественно, они должны прежде всего вписываться в те приоритеты, которые характерны для данной области, для данной территории. Итак, еще одним направлением 2.2 очень важным и уже конкурс по 2016 году прошел, по 2017 будет продолжаться. И обратите внимание, сейчас конкурсы уже не только для регионов субсидии, но и на уровне школы. Я сегодня буду об этом говорить. Значит, повышение качества образования. Здесь, коллеги, разные механизмы, которые могут быть отрабатаны. И механизмы финансовой поддержки этих школ, и механизмы методической поддержки этих школ, и проекты, связанные с созданием благоприятной среды в этих школах. Работа с родителями в контексте, в рамках тех школ, о которых мы говорим. Механизмы механизмы мониторинга результативности, механизмы мотивирования школьников, инструментарий педагогической работы с немотивированными школьниками. Программы учительского роста в этих школах, программы повышения качества образовательных результатов в этих школах. То есть целый блок конкретных проектов, которые могут быть. Но здесь возникает, конечно, вопрос, вот в вашем регионе, какая методика идентификации школы как школы с низкими результатами и школы как функционирующие в неблагоприятных социальных условиях. Сейчас, коллеги, вот можно использовать тот инструментарий, который заявлен в рамках федерального проекта и конкурса на субсидии вот по этому направлению за 2016 год. И в этом могут принимать участие те школы, которые в использовании механизмов идентификации школы, новых механизмов, которые предложены министерством. Следующее направление на этой карте, на этом слайде. Обратите внимание, вот сейчас до 31 февраля, ой, до конца февраля, простите, то есть до 1 марта, видите, вот дата обозначена, проходит конкурс. Я не буду читать, вот они, 5 конкурсов. Это конкурсы для образовательных организаций. Коллеги, все они заканчиваются прием документов в разное время, но 1 марта мы будем проводить консультации, вебинары по подготовке конкурсных заявок. Естественно, что прежде всего принимать участие в конкурсе могут те, у которых есть задделы, образовательные организации. И важно, чтобы эти образовательные организации, обязательное условие участия, это софинансирование как со стороны самой образовательной организации, так и со стороны региона. То есть должно быть получено. Вот вы видите график этих вебинаров, которые будут, это платные вебинары, а все условия будут завтра на нашем сайте вывешены, участие в вебинаре. Итак, двигаемся дальше по актуальной тематике проекта. Вот вы видите направление 24 ФЦПРО. Прежде всего, обращаю внимание, в ГОС и в ГОСОВЗ. Очень большое внимание уделяется именно этим направлениям. Но в рамках этого направления еще будут усовершенствованы, поскольку у нас есть и представители региональных органов, то я не могу не сказать о том, что будет возможность принять участие в конкурсах с совершенствованием процедур профессиональных конкурсов. То есть учитель года, воспитатель года, заведующий детским садом, директор школы и так далее. Это тоже будут конкурсы по направлению 24. Направление 2.5. Коллеги, обратите внимание, здесь планируется повышение квалификации педагогических работников, в том числе и руководителей образовательных организаций, подготовка и внедрение профессионального стандарта педагога. Поэтому введение стандарта отложило министерство, но это не значит, что не надо готовиться. Естественно, что те программы подготовки к введению профессионального стандарта, но я бы обратила внимание не только педагога, но и психолога, педагога, дефектолога и так далее. То есть вы видите, планируется работа и по этому направлению. И есть возможность участвовать в конкурсах этих. Но пока они не объявлены. И очень интересное направление 2.6. И оно предполагает развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, причем в разных социокультурных условиях. В том числе по 2.6 это будут технологии применения электронного обучения, для детей с ОВЗ и с особыми потребностями, таких как одаренные дети, дети-инвалиды. Поэтому здесь есть возможность тоже принимать участие. Но для этого нужны заделы, конечно, наработки. Седьмое направление, коллеги, по седьмому направлению развитие взаимодействия с родительской общественностью, обучение родительской общественности, информирование, создание различных структур информирования родителей о правах, обязанностях в сфере образования, получение запросов на получение качественного образования, дошкольного, общего, дополнительного образования, здесь все направления. Формирование компетенции родителей в развитии и воспитании детей. Вот все эти проекты на уровне и образовательной организации, и муниципалитета через регион. Потому что конкурсы обычно объявляются для регионов и для образовательных организаций. Пока, во всяком случае, все те конкурсы, которые запланированы, будут проводиться вот таким образом. И третье направление ФЦПРО и соответствующие мероприятия, это посвящено системе дополнительного образования детей. Это, коллеги, эффективные модели государственно-частного партнерства, помимо тех проектов, которые здесь обозначены в сфере дополнительного образования детей. Это и студенты, и учащиеся, их волонтерское движение. Я знаю, что во многих регионах это развито, и в этом смысле это может быть оформлено как проект и заявлено на получение гранта в форме субсидии вот по этому направлению. И это еще очень интересное направление, которое здесь может быть, это профильные смены для учащихся членов управляющих советов и советов учащихся общеобразовательных организаций. То есть профильные смены, взращивания лидерских качеств и модели выявления талантливых детей. Вот та актуальная тематика, которая может быть заявлена внутри третьего направления. Итак, кроме того, коллеги, обращается большое внимание на меры выявления талантливых, творческих, интеллектуальных способностей не только школьников, но и студентов. И пятое направление, оно связано с системой оценки качества образования. И вот одно из них представлено на слайде. И, собственно говоря, 5.1 вбирается, как вы видели, в 2.2 направления конкурса на школьном уровне. Там мероприятия фактически сопряжены, интегрированы, в том числе и мероприятия 5.1. Здесь в рамках этих мероприятий что может быть? Это могут быть проекты региональные и школьного уровня по созданию технологического обеспечения процедур оценки качества образования. То есть создание различного инструментария по оценке образовательных достижений школьников. Это модернизация региональных систем оценки качества. Вы знаете, фактически все регионы получили субсидии на модернизацию пунктов приема экзаменов и их оснащения. Но речь идет и дальнейшей модернизации этой системы, не только техническое оснащение. Развитие региональных и национальных механизмов независимой оценки качества образования. Но это уже не про образовательные организации, конечно, а в независимой оценке и муниципальные методические структуры активно принимают участие. Но пока принимают участие как исполнители региональных и нет как отдельного проекта. Хотя в некоторых регионах уже начинают оформляться такие структуры и разрабатываются инструментарии. То есть оформляется при этом проект по разработке этих инструментариев. И, собственно говоря, это может быть отдельный проект, в который вполне возможно принять участие в рамках данного направления. Кроме того, предполагается поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования. И, как видите, экспертно-аналитическое и так далее сопровождение программных мероприятий в области развития образования. То есть достаточно широко сформулировано, что, например, здесь может быть. Ну, например, развитие системы контроля качества общего образования. Это тот проект, который на региональном уровне может быть в рамках данного мероприятия реализован. Например, проведение, разработка инструментария. Мы говорили, там оно может быть, но, собственно говоря, и в рамках этого направления оно может быть. Итак, коллеги, по данной цели, если у вас есть вопросы, актуальная тематика, основания, я как бы ничего от себя здесь только конкретизировала и привела примеры каких-то. А, собственно говоря, здесь в рамках этого вопроса мы ориентировались на контекст государственной политики в сфере образования. Она находит какую-то конкретизацию в разных регионах по-разному, отражается в государственных программах развития образования в регионе. Если есть муниципальные программы, в них конкретизируется это, и уже учитываются приоритеты муниципалитета, и они отражаются в школьных программах. Если есть вопросы и появились какие-то идеи относительно того содержания, которое мы с вами просмотрели, было бы очень важно это зафиксировать. А вопросы можно задать в чате. Я даю буквально полминуты, коллеги. Итак, пока вопросов нет, тогда движемся дальше. Мы переходим к третьему вопросу. Что такое методическое сопровождение целевых проектов и программ? Я бы сказала, что такое современное методическое, даже усиливало бы вот этот аспект. И, собственно, это и будет сделано при рассмотрении этого вопроса. Итак, коллеги, мы попытались сделать интеллект-карту, которая бы помогла вам понять лучшее. И при этом мы использовали те наработки, те результаты диссертационных исследований, опыта инновационного в сфере методического сопровождения. И обобщили их вот в такой карте. Итак, назначение. Обратите внимание. Назначение методического сопровождения заключается в создании адекватных методических условий для повышения эффективности образовательного процесса. Что значит адекватные методические условия? Это, если мы всегда привыкли, что это информационное обеспечение, прежде всего, образовательного процесса и так далее, или там методички надо... Сегодня, говоря об адекватных методических условиях, мы говорим прежде всего об организации совместных видов деятельности. Всех тех, кто реализует тот или иной проект. И, собственно, в этом отличие современного методического сопровождения. Причем совместная деятельность, и дальше, смотрите, субъектов. То есть, вот те, кто участвуют в образовательной деятельности, они становятся субъектами, постепенно становятся субъектами реализации тех проектов, о которых мы говорили выше. Это такие осваивающие, вот если говорить о сущности этого сопровождения, то оно направлено на становление нового типа педагогической деятельности. Что характерно для этого нового типа педагогической деятельности? Прежде всего, рефлексивность сознания, совместного знания. И это очень благодатными, адекватными условиями является действительно совместное создание самого методического сопровождения и проекта. То есть, и проекта, и его сопровождение, проектирование одновременно. Вот это тот способ, который позволяет адекватные условия создать для сопровождения инновационной деятельности. Причем это сопровождение, оно должно соответствовать конкретному проекту, конкретной программе. И в этом смысле, естественно, оно вариативно. Оно вариативно, потому что должно быть адекватно проектам. А проекты разные, в разных условиях осуществляются. Кроме того, методическое сопровождение, оно является развивающим, и развивающимся. Почему развивающим? Потому что, мы говорили только что, что стоит задача развития и становления субъектов проектной деятельности, а следовательно, освоение новых профессиональных компетенций тех, кого мы сопровождаем, теми освоения их, теми, кого мы сопровождаем. Это цель фактически. Не только помощь, но прежде всего, профессиональное развитие сопровождаемых и руководителей, и педагогов. И оно является развивающим сопровождением, потому что оно предполагает смену одних форм совместной деятельности, другими более сложными. Но это постепенно, естественно. Итак, кроме того, это требует, естественно, методологической готовности всех субъектов, в том числе и тех, кто осуществляет сопровождение. Ну вот, собственно, когда мы открывали сетевой институт методистов, мы об этом говорили. Вот мы рассматриваем его как площадку, где, собственно, взращивание в нас, всех, кто осуществляет методическое сопровождение, развитие этой методологической готовности, и будет происходить аналогично в тех формах работы, которые вы осуществляете на региональном, муниципальном уровнях, на уровне образовательных организаций. Безусловно, методическое сопровождение, оно является управляемым процессом. Это длительный процесс, он охватывает весь процесс реализации того или иного проекта. И функция управления, вообще-то говоря, это функция регионального или муниципального или на уровне образовательной организации руководства, органа управления образованием, поскольку и ресурсы должны быть созданы, и ориентация на эффективность методического сопровождения, на четкое понимание и организацию понимания всеми участниками задач инновационной деятельности, создание, вот сейчас, это мы видим на федеральном уровне, пока нет на региональных, не будем говорить нет, недостаточно на региональном уровне, создание механизма заказа на методическое сопровождение. Вот это очень важный момент. На методическое сопровождение в некоторых регионах в рамках государственного задания институтам повышения квалификации, это и есть, но ведь методическое сопровождение обеспечивается на муниципальном уровне, на уровне школ обеспечивают сопровождение тех проектов, которые, но в муниципальных заданиях далеко не всегда есть заказ на это. И сейчас мы с вами живем в то время, когда идет создание механизма этого заказа. И, конечно, управляемость предполагает и создание тех структур управления, которые целесообразны, и они позволяют задействовать механизмы распространения продуктов инновационной деятельности. Вот, если лаконично, я еще один момент только отмечу, что эффективность реализации проектов очень существенно зависит от качества их методического сопровождения. Вот почему мы говорим о том, что надо помогать тем школам, которые будут участвовать в конкурсах, и от качества нашей помощи во многом зависит эффективность и оформления проектов, и их реализации. Таким образом, это значит, что само методическое сопровождение в каждом проекте становится объектом проектирования совместно с тем коллективом, который проектирует сам проект. Коллеги, вот по этой части есть ли у вас вопросы? А если словесно оформить этот вывод, то это можно было бы, вот в предыдущем слайде, мы как интеллект-карту, которая позволила, я надеюсь, позволила вам в целом увидеть, в чём суть методического сопровождения, а в форме словесного текста мы оформили вот таким образом. Есть ли вопросы, коллеги? Нет? Тогда двигаемся дальше. Итак, теперь перейдём к четвёртому вопросу. А как же проектировать методическое сопровождение проектов и программ? И остановимся на этом вопросе. Коллеги, если внимательно вы посмотрите на этот слайд, то вы видите, что собственно логика этапов соответствует общей логике проектирования. Ну и дальше на следующем слайде будет. То есть в основе лежит технология проектирования в целом, методология даже, точнее сказать. В таких сереньких прямоугольниках результат каждого этапа отмечен. Итак, как бы первый этап, он связан с анализом и ранжированием проблем относительно действующей системы методического сопровождения. То есть как бы проблематизация, её цель получить знание о том, о чём же мы не знаем в эффективной системе, в создании эффективной системы методического сопровождения инновационной деятельности. И здесь вот выделяем те проблемы, которые на школьном ли, на муниципальном ли, на региональном ли уровне существуют. Следующий этап концепции, вот на этапе концептуализации создание концепции методического сопровождения, её результатом является с одной стороны концепция методического сопровождения инновационной деятельности, и есть и другой продукт здесь может быть, это модель методического сопровождения, как бы два таких очень важных продукта. Модель обычно создаётся несколько моделей, а потом команда проектная выбирает, какую из них оставить. Суть модели в том, чтобы наглядно представить, что есть методическое сопровождение вот этой инновационной конкретной деятельности, этого конкретного проекта. и в этой модели фактически отражается специфика инновационных процессов в образовании школ, образовательной организации, дошкольного образовательного учреждения, или это муниципалитета. И в концепции отражается и зависимость научно-методического и методического сопровождения от той внешней и внутренней среды, которая сложилась, от масштаба распространения потом, целесообразного распространения инновации. И направлена концепция методического сопровождения естественно на те цели, на те приоритеты, о которых мы уже говорили. Итак, а модель как образ, она может быть зафиксирована в этой же концепции, лаконично, наглядно, с четким определением функций. Программа, как нормативный документ и результат программирования, фактически определяет стратегию деятельности участников проекта и их сопровождения. и она фактически позволяет ответить на вопрос нам, сопровождающим эту программу. Что сопровождаем, для чего и зачем сопровождаем, для кого предназначено наше сопровождение, как осуществляем методическое сопровождение и какой результат будет методического сопровождения. Вот собственно в программе методического сопровождения ответы на эти вопросы важно зафиксировать. Далее конкретизируется программа в плане, которая определяет собственно говоря тактику деятельности участников проектов на каждом этапе и их сопровождение. То есть фактически дальше уже переходит к осуществлению проектной деятельности, и в этом плане идет построение некоторой жизнеспособной общности людей, создание структур управления проектом, их нормативное обеспечение и так далее. Важно, что переход от планирования к осуществлению деятельности предусматривает проведение экспертизы проекта, причем важно привлечение и внешних экспертов. При этап реализации проекта методического сопровождения мы видим, что его результатом является построенная эффективная система методического сопровождения инновационной деятельности. и фактически это может стать очень важным результатом как проекта, так и оформляться как отдельный проект, методическое сопровождение. Мы можем получить новое знание очень интересное и важное для использования в дальнейшей работе. Коллеги, но реализация проекта еще не завершена. Она предполагает рефлексивное оформление и экспертизу результатов реализации. Если выше мы говорили о экспертизе самого проекта как некоторого пути движения к желаемому результату, а теперь мы говорим о том, чтобы провести рефлексию результатов реализации проекта. И полноценная экспертиза не может ограничиваться анализом только конечных результатов. Здесь важно, чтобы эта экспертиза обязательно рассматривала критерии благополучия и развития детей, то есть, чтобы она была гуманитарной экспертизой. Это инвариантный анализ любого образовательного проекта. Кстати, и проектируя, важно это удерживать требования и критерии обсуждения в ходе проектирования. И вполне возможно, что на этом этапе может возникнуть необходимость перепроектирования каких-то этапов, элементов каких-то, дополнительно что-то спроектировать. Далее. очень важный этап, который тоже как-то еще не стало привычным осуществлять в любом проекте, это закрытие проекта. То есть, это не только подготовка итогового отчета, но должен быть и приказ о закрытии проекта, и люди должны быть ознакомлены с этим приказом и понимать, что дальше как проект закрывается, группа распускается, либо новый проект, либо по разным проектам расходится. И очень важно подготовить такой рефлексивный доклад, и он может оказаться очень важным для запуска других проектов, и предусматривать это в проектах. Это рефлексивный доклад, усвоенный уроки проектной команды. И естественно информирование на сайте должно быть о том, что проект закрыт, завершен, каковы его результаты, и для участников проекта это должен быть некоторый праздник. Пока ни в одних проектах закрытие, рефлексивное оформление, отчеты, да, потому что если региональный или федеральный проект, то там обязательно предусматриваются отчеты, это само собой, это делают все, а вот о том, что рефлексивный отчет и тем самым вот за счет этой подготовки индивидуальной и коллективной и происходит взращивание нового типа профессионально-педагогической деятельности, о которой мы говорили, это очень важно. Итак, вот собственно мы с вами рассмотрели процесс проектирования. Есть ли коллеги вопросы и есть ли что вам по достижению своей цели вот из того лаконичного мы только фактически крупными мазками прошли по проектированию. Хорошо, двигаемся дальше. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, как спланировать вебинары и попробуем это сделать вместе. Итак, коллеги, вот у нас имеются некоторые темы проектов, есть возможность писать другие. У меня к вам просьба, запишите в чате темы тех проектов, по которым вы хотели бы поучаствовать в вебинаре в нашем сетевой институте методистов. Могут быть и свои, пожалуйста. на это мы даем минуту, чтобы у всех была возможность есть. Итак, шестой есть, да, очень многие просят разные совершенно. Мы подведем статистику и обязательно учтем ваше пожелание, коллеги. Спасибо. Спасибо всем, кто принимает участие. Спасибо, коллеги. поскольку чат не закрывается вы можете для методистов дополнительного образования детей. Да, у нас уже была такая просьба. Хорошо, мы постараемся это сделать, учесть ваше замечание, ваше предложение. Итак, коллеги, давайте вернемся к целям. Мы подводим итог уже. Мы, по сути говоря, вот вы заявили в план то, что вы бы хотели. Мы это обязательно учтем и определим график проведения вебинаров в Сетевом Институте методистов по заявленной тематике. А теперь я прошу вас в чате ответить на тот вопрос, который мы ставили в начале. Какая идея родилась у вас по ходу вебинара в рамках поставленной цели. Некоторые начала возможные в помощь вам мы записали на слайде, но здесь пожалуйста ваши собственные убедительно просим вас две минуты мы даем на эту работу. Сделайте это пожалуйста в чате. Вот уже есть одно. Проведу экспертизу замечательно, очень важная а экспертизу ну проектов или научно-методического методического или сопровождения да замечательно. Еще коллеги какие? Угу решила освоить более глубоко хорошо бы уточнить что именно экспертизу инновационной деятельности замечательно. Хочу попробовать организовать свой семинар. Уяснила необходимость экспертизы проведу экспертизу нормативного обеспечения замечательно. Поняла направление методического сопровождения замечательно. Различие экспериментальной инновационной деятельности очень хорошо. Разработка адаптированной основной образовательной программой для детей с УВЗ в образовательных организациях. А это предложение по вебинару. Экспертизу нормативного обеспечения освоить и хочу попробовать организовать. А что именно вот это нам очень было бы интересно. Спасибо коллеги. Спасибо ждем. Поняла цели проектов и программ. Будем работать в этом направлении. Экспертизу нормативного организовать инновационную деятельность замечательная. Необходимость методического сопровождения. Коллеги очень хорошие идеи которые у вас родились. Мы будем рады мы проанализируем и тоже посмотрим как это отразится на тех семинарах. Попробуй разработать модель методического сопровождения. Замечательно мы готовы с вами сотрудничать в этом. смысле организовать инновационную деятельность на муниципальном уровне. Замечательно будем готовить конкурсную заявку. Очень хорошо. Очень хорошо. Замечательно коллеги. Огромное вам спасибо. Это собственно говоря мы действительно очень рады всем тем высказываниям и тем идеям которые вы написали потому что собственно говоря ради этого мы организовали сетевой институт методистов и этот вебинар. Попробуй разработать модель сопровождения одаренных детей. Замечательно. Замечательно. Наша команда благодарит вас и мы приглашаем школы на вебинары которые мы проводим в помощь для тех кто будет разрабатывать заявку и кроме того у нас завтра очень интересный вебинар мы будем помогать готовить заявки на конкурс на гранты в форме субсидий а завтра у нас выбирал вебинар по составлению индивидуальных программ для детей с особыми возможностями здоровья поэтому если кого-то интересует коллеги теперь для тех кто планирует обучение по программе повышения квалификации через сетевой институт методистов на этом слайде задание задание можете его выполнить и тогда сертификат заявку на сертификат только сегодня и по той форме которая в материалах есть мы сертификаты коллеги в течение недели только сможем выслать вы не беспокойтесь и ждите если вы заявку прислали вам обязательно сертификат придет коллеги и еще а вот на этом слайде я немножечко задержусь у нас открыта партнерская программа в рамках которой вы можете зарабатывать и поэтому вот здесь прописаны те шаги которые необходимо сделать чтобы стать партнерами и вместе с нами участвовать в организации и вебинаров и курсов повышения квалификации переподготовки обратите пожалуйста внимание особенно муниципальные методисты итак вот наши координаты и в одноклассниках и в контактах и предложения вы можете и комментарии вопросы присылать вот по этому адресу в заключении вопросов к сожалению не было я немножечко огорчилась а потом по тем идеям которые вы написали очень благодарна вам спасибо вам большое спасибо коллегам всем кто поддерживал наш вебинар до новых встреч мы завершаем наш вебинар спасибо Продолжение следует...